Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня я гулял по скверу Ермолова и увидел людей, которые держатся за руки и стоят неподалеку от памятника, образуя полукруг. Я постоял, поснимал видео, вот сейчас вы видите это видео на экране, я не стал тогда записывать звук, когда я это снимал, это видео, звук я записал позже уже дома, потому что мне нужно было вспомнить причину, почему люди стоят в сквере Ермолова, и я вспомнил. Видимо, эта акция, назовем ее так, связана с проектами реконструкции сквера Ермолова. Давайте посмотрим на карте. Я открыл карту и если мы посмотрим из космоса, то сквер Ермолова выглядит вот таким образом, как показано на фотографии. По центру стоит памятник генералу Ермолову на коне, и сквер окружен деревьями. Сквозь эти деревья проходят дорожки. Тропинки сейчас выложены тротуарной плиткой. Вот, как вам это показать? Вот с этой стороны, если мы перейдем дорогу, вот с этой стороны находится кинотеатр «Октябрь». Если мы перейдем дорогу, вот здесь находится новый торговый центр, там внизу на первом этаже находится «Макдак», на втором «Чешска-Питница». Вот с этой стороны, где машины стоят на стоянке, здесь у нас, если мы пойдем, это будет корпус АГУ, по-моему, исторического факультета. И, соответственно, с этой стороны Карачевская улица, где ходит тронвай. А здесь и сквер Лескова, там, где стоят его памятник Лескову и персонажам его работы. Вот так сквер Ермолова выглядит в настоящее время. Что предлагается сделать в этом сквере? Давайте посмотрим планы, которые предлагаются нам администрации города. Здесь план уже немножко, скажем, на отдалении, по сравнению с той фотографией, которая была раньше. Опять мы видим сквер Ермолова. Вот он, я его очерчу мышкой. Здесь у нас корпус АГУ. Вот здесь у нас, с этой стороны, у нас кинотеатр «Октябрь». С этой стороны трамвайные пути. Чтобы вы могли сориентироваться. Значит, в центре площади показан памятник Ермолову. Условно памятник показан. Что предлагается сделать? Предлагается взять четвертую часть сквера. Четвертую часть сквера. И здесь сделать фонтан. Вначале предлагалось сделать сухой фонтан. Потом я видел изменение проекта. Предлагается сделать водяной фонтан. Правильно говорить, водный. Водный фонтан. И, если честно, я не понимаю, в чем, из-за чего весь сербор. Предлагается спилить деревья на одной четвертой части сквера. Как мы видим, этот фонтан занимает раствор где-то около 90 градусов. Даже, возможно, чуть-чуть меньше. Поскольку вот эти дорожки, которые ведут к центру сквера, они расположены не под прямым углом. Вот эта дорога и вот эта дорога, дорожки одна и вторая. Между ними угол меньше 90 градусов. Поэтому нельзя сказать, что этот фонтан будет занимать меньше, чем 1 четвертую сквера. Потому что этот сквер я принял за, скажем так, за 360 градусов. А мы забираем меньше 90 градусов у этого сквера. И остается еще достаточно большая площадь зеленых насаждений, которая остается в сквере. Единственное неудобство, которое я здесь вижу, да, придется на какое-то время перекрыть эту часть сквера и запретить там движение пешеходов для того, чтобы провести реконструкцию. Много шума было поднято в контакте, в отдельных группах, которые посвящены городу Орлу, по поводу этой реконструкции. Сейчас у нас в городе уже последние, скажем так, наверное, 5 лет усиленно проводится реконструкция города и приведение города в какой-то более-менее современный вид. Чтобы этот вид был ближе к европейской части, и к европейскому стилю, а не к советскому стилю, к тому стилю, который был использован при проектировании города. Соответственно, в начале в России этот стиль пришел в Москву, потом в Питер, в Казань, в крупные города, в какие-то крупные города России. А до малых городов он добирается постепенно. Что было сделано за последние 5 лет? Это была сделана набережная, качественная набережная, по которой можно гулять. Против этой набережной тоже было много споров. По поводу осушения реки, по поводу того, что набережная будет сделана из плохих материалов. Но, однако же, прошло 3,5 года с момента того, как эту набережную открыли. Потому что эту набережную открывали к юбилею города в 2016 году. Эта набережная пережила подтопление в... Не помню в каком году. По-моему, в 2018 река вышла из берегов и залила пойму. И вода накрыла на эту новую набережную. Набережная эта пережила. Отвалилось только там, может быть, пару плиток у парапетов. Которые плитки, которые лежали сверху парапетов. Кроме этого, была сделана реконструкция улицы Ленина. Слопыхатели называли эту реконструкцию гробами Потомского. Потому что эти клумбы кому-то показались. Новые клумбы на улице Ленина показались гробами. Ну что ж поделать. Такое у человека воображение. Однако сейчас я вижу, что в моменты народных праздников, всероссийских праздников, всероссийских выходных, таких как Новый год, 9 мая, 1 мая, 4 ноября, 12 июня, я вижу в эти выходные дни, когда люди не работают, и когда им не нужно идти, допустим, на следующий день на работу, я вижу большое количество людей в центре города. Люди гуляют по этой обновленной улице Ленина. Я, скажем так, по моим ощущениям, я гуляю с 2012 года регулярно, каждый день я выхожу на прогулку и прохожу именно по улице Ленина, либо вверх, либо вниз, по настроению. И я могу сказать, что с 2012 по 2014 год не было столько такого большого количества людей в праздники на улице Ленина, как это есть сейчас. То есть эта реконструкция привела к тому, что люди вышли на улицу. Люди стали гулять в этом месте. Далее у нас в городе есть место, которое ухоженное, которое приобрело более-менее европейский вид еще в начале 10-х годов. А поскольку это частная была территория, это и частная территория была, и она остается частной территорией, и все архитектурные проекты, которые там были реализованы, они были реализованы, скажем так, на частные средства. Это комплекс Мегагрин, около которого есть статуи, площадь около которого выложена тротуарной плиткой, зонирование территории, но опять же с учетом того, что это торговый центр. И люди, много людей как раз в 2012, 2013, 2014 годах я видел именно в этом месте. Достаточно много людей уезжало туда. Теперь, скажем так, когда появилась возможность уже у городских властей, они начинают реконструировать, делать реконструкцию центра города. Понятно, что за один год провести эту реконструкцию достаточно тяжело, потому что требуется большое финансирование. Но за 5, 6, 10 лет за длительный срок эту реконструкцию можно сделать. Совсем недавно закончена реконструкция центрального парка. Ну, скажем так, центральной части центрального парка. Я не говорю о тех сейчас отдаленных уголках, там, где стоят беседки. За, скажем так, за комплексом юбилейной, за бывшим комплексом юбилейной беседки стоят. Я не говорю про место, где находятся аттракционы. Я думаю, что до этого место дойдет, и мы со временем увидим, что в этом месте появятся новые аттракционы. Возможно, туда придет какой-то якорный арендатор, который возьмет эту землю в долгосрочную аренду и поставит там свой парк развлечений, самый современный, который только можно представить на текущий момент. Облагородит это место. Тоже было, опять же, когда проводилась реконструкция, подготовка к реконструкции центрального парка, тоже было много человек, которые были против. И сейчас, после реконструкции, я видел достаточно много критических замечаний по поводу того, что деревья были укатаны в бетон, по поводу того, что появились дополнительные дорожки, которые уложены тротуарной плиткой. Но эти дорожки появились для того, чтобы можно было связать продольные дорожки, основные дорожки пешеходные центрального парка между собой. Ведь до реконструкции люди ходили практически по газонам, чтобы перейти с одной дорожки, допустим, с дорожки, которая ближе к Горького, на дорожку, которая по центру, или на дорожку, которая идет, где комплекс юбилейный, нужно было идти по газонам. Вот так вот теперь верхнюю дорожку, которая ближе к Горького, вторую дорожку, которую чуть дальше от Горького связали, такими переходами, на которые положили тротуарную плитку. Теперь люди могут спокойно гулять с колясками, потому что переходы достаточно широкие, с детьми не боятся испачкаться, потому что попал, допустим, в землю, в песок, в глину. То есть, на мой взгляд, реконструкция прошла достаточно успешно центрального парка. Теперь нам городская администрация предлагает новую реконструкцию сквера Ермолова, и мы видим, что люди выходят и стоят против этой реконструкции. Несмотря на то, что и эти люди утверждают, что будет снесена половина парка, а половина парка, вот смотрите, я вам мышкой покажу, половина парка это вот, половина парка это вот эта часть, но будет снесена не половина парка, а только его четверть. И еще останется вот этот сегмент зеленых насаждений и вот этот сегмент зеленых насаждений. Это то, что важно знать. Когда вы слышите от каких-то других людей, которые стоят в этих полукольцевых встречах в сквере Ермолова, держатся за руки, и они вам говорят, что половина скверов будет уничтожена, что они не видели схему реконструкции. А схема реконструкции вам представлена на экране. Вот таким образом это сделано еще с другого ракурса. Это со стороны, скажем так, Александровского моста. Сделана 3D-модель. И видно, что в этой 3D-модели уже предлагаются фонтаны водные, а не песчаные, как раньше это обсуждалось. Получается так, что эти фонтаны будут служить входной группой в этот сквер. Я не удивлюсь, что если эта реконструкция состоится, я совершенно не удивлюсь, если в этом месте будет гулять больше людей, чем гулять сейчас. Я сегодня снимал видео. Вот сейчас вы видите его на экране. Это видео. Вы видите, что достаточно небольшое количество людей проходит через парк. Достаточно небольшое количество людей проходит через парк, и оно скорее проходит для того, чтобы перейти из одной точки города в другую, не задерживаясь в этом парке. Я не удивлюсь, я еще раз повторю, если после реконструкции у нас в этом парке, в этом месте, в этом сквере будет гулять большее количество людей, чем сейчас. Давайте сейчас еще раз я вернусь к схеме, которую я вам показывал ранее. Давайте еще раз ее посмотрим. Мы видим, что вот это трамвайные пути. Они никуда не ушли. Вот здесь, где раньше, где сейчас находится стоянка, планируется разбить небольшой такой сквер, мини-сквер, где будут высушены деревья, где будут поставлены скамейки. То есть вот эта зона, зона переулка Воскресенского полностью станет пешеходной. Я только за. И у нас получается в городе будет образована пешеходная зона, начиная от улицы Комсомольская. Дальше у нас есть участок улицы переулок Воскресенский. И потом вот сюда уходит через трамвайные пути, уходит на Александровский мост и на улицу Ленина. Вплоть до центральной площади будет пешеходная зона. Я считаю, это большой плюс. Во-первых, мы уберем отсюда полностью все машины. А другой вопрос, где организовать стоянку, это другой вопрос. Но пока в этом плане я вижу только позитив, который не видят, к сожалению, участники сегодняшнего стояния у Ермолова. Давайте я еще раз вам включу это видео, чтобы мы еще раз посмотрели, сколько людей пришло. Людей пришло немного. И они смогли организовать только полукруг. То есть они даже не смогли замкнуть этот круг вокруг памятника Ермолова. То есть этот круг, он начинался где-то от центрального сечения этого сквера, проходил перед, они стояли лицом к памятнику. И этот полукруг был полностью замкнут. Но они оставляли место людям, чтобы они могли за спинами проходить. Обычные граждане, которые не участвуют в этом мероприятии, проходить по своим делам дальше. Спасибо вам за внимание, что вы досмотрели это видео, получилось довольно многословно. Но я думаю, что еще одну точку зрения на то, что происходит у нас в городе, позитивную точку зрения, я изложил. Если вы из Орла, то на моем канале есть еще несколько видео про Орел. Они в основном молчаливые, за исключением одного, в котором я рассказываю про подготовку к 9 мая. И вы можете их тоже посмотреть. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Продолжение следует...